Португалия Страна великих первооткрывателей и мореходов. Португалец Васко-де-Гамо доплыл до Индии, обойдя вокруг Южной Африки. А флотилия Магеллана впервые в истории обогнула земной шар. Португальцы были первыми европейцами, которые по морю добрались до Японии, Китая и Бразилии. Благодаря им Португалия стала могущественной державой, соперничать с которой на морских просторах могла лишь Испания. Лиссабонская башня Белем в устье реки Тахо провожала уходящих в море первооткрывателей Магеллана, Диаса, Кабрала. Эта внушительная сторожевая вышка стала символом эпохи великих географических открытий, которые превратили Португалию в мировую державу. Память о былом величии Португалии – монастырь Жеронимуш, принадлежащий ордену иеронимитов. Монастырь построил король Мануэль I Удачливый в 1501 году в честь благополучного возвращения Васка да Гамма из Индии. В этом великолепном монастыре покоятся короли и их супруги. Здесь был похоронен также поэт Луис Васа де Камоэнс, автор эпопеи «Луизиада». Своды монастыря поддерживают стройные восьмигранные колонны, украшенные пышным орнаментом. Монастырь был построен на том же месте, где раньше, во времена Генриха-мореплавателя, стояла часовня, в которой моряки молились перед отплытием. Монастырь иеронимитов является величайшим достижением мануэлинского стиля португальской архитектуры. Стиль был назван в честь короля Мануэля и отличался богатыми орнаментами на морские мотивы. Великолепнейшими образцами мануэлинского стиля являются арки с резными перилами и филигранной ажурной каменной резьбой. В 16-м столетии башня Белем была местом, от которого военные и торговые суда отправлялись на поиски новых земель. Здесь путешественники, купцы и авантюристы прощались с Родиной. В западном корпусе монастыря помещается морской музей. В нем представлены исторические документы, карты, навигационные инструменты и копии кораблей, начиная с галер и заканчивая скоростными каравеллами. В Манеже, прежде бывшим частью Королевского дворца, находится одна из самых больших коллекций карет в мире. В главной галерее выставлены в два ряда, как на параде, кареты, принадлежавшие королевскому семейству. Самые внушительные 17-го и 18-го века утопают в золоте и драгоценных камнях. Во времена их строительства к королевскому двору все еще поступала ценная руда с кораблей, приплывавших из Бразилии. Увы, это были последние годы Золотого века Португалии. Конфликт с Испанией и потеря колоний привели к периоду заката. Торговый договор, называемый договором Метуэна и подписанный с Англией в начале 18-го века, экономически сильно связывал оба государства. С одной стороны, он укрепил позиции самой Португалии, но с другой стороны, лишил Португалию лидерства в колониальной торговле. Держава так и не смогла вернуться к своему прежнему могуществу. От него остались лишь грезы, о которых сентиментально повествуют фаду – песни плача, от португальского «фаду», что значит «фатум» – судьба. В запущенных уголках Алфама, лиссабонского старого города, поселилась нищета, которую не удается скрыть усилиями реставраторов. Обновить эти ветшающие на глазах дома нелегко, на это нет средств. Городские власти годами искусственно занижали квартплату, чтобы выручить малоимущих. Обязательный пункт экскурсии по лиссабону – прогулка по исторической подвесной канатной дороге, называемой «Элевадор», или на старомодном трамвае, лучше всего по легендарной линии 28. Деревянные «Электрикос» с трудом поднимаются на крутые холмы, усеянные старыми доходными домами. Добираемся до церкви Сан-Винсенте де Фора. Здесь покоятся мощи покровителя города Лиссабона, святого Викентия. В этой же церкви находятся саркофаги королей из династии Браганца, правивших страной с 1640 по 1910 год. Над красными крышами Алфамы высится фасад церкви Санта-Лусия. С его террасы открывается замечательный вид на порт и старый город. Пока туристы угощаются холодными напитками, лиссабонцы придаются своим любимым карточным играм. Субтитры создавал DimaTorzok Самым старым храмовым сооружением Лиссабона является кафедральный собор Се-Патриаркаль. А вот самая большая и людная площадь Лиссабона – Россио, в центре старинного квартала Байша. Это место помнит и казни на кострах инквизиции, и бои быков. Фонтаны, спроектированные и сделанные во Франции, были возведены здесь в 1880 году. Большинство домов было построено лишь в 18 веке. Все здания, которые стояли здесь раньше, были разрушены землетрясением 1755 года. Под развалинами тогда погибло свыше 10 тысяч жителей Лиссабона. Приступая к восстановлению города, власти решили сделать перепланировку. Новые улицы стали намного шире, стали больше площади. Руа Аугушта проходит под Триумфальной аркой и ведет к Пласо де Коммерсио, где стоит конный памятник Жуану Первому. Площадь, окруженная десятками кафе и элегантными бутиками, является излюбленным местом встреч. Одной из достопримечательностей Лиссабона является Элевадор де Санто-Жюста – стальная конструкция с лифтом, авторство которой приписывают Гюставо Эйфелю. Но это заблуждение. На самом деле конструкцию создал португалец Рауль де Ронсарт. Элегантный лифт до сих пор самое быстрое и удобное сообщение между кварталами Байша и расположенным на несколько десятков метров выше Баррио-Альто. Черно-белую мозаику улочек старого города укладывают так же, как и столетия назад. Для мощения улиц используются специальные деревянные трафареты. В прошлом эту трудную и требующую особого навыка работу выполняли пленные, потом высококвалифицированные ремесленники. Их называют Кальси и Ториш. В наши времена мастеров осталось совсем немного. Искусные мозаики появились на улицах после землетрясения 1755 года. Выкладывались они щебнем от развалин, который тоннами был рассыпан по всему городу. Шиадо – это элегантный квартал, где много магазинов и кафе. Самым знаменитым считается Абразилейра, в котором на рубеже XIX и XX веков собирался цвет местной интеллигенции – писатели, ученые и художники. Одним из его завсегдатаев считался известный поэт Фернандо Пессоа. Сегодня в Бразилейру на чашечку кофе может заглянуть кто угодно. Фуникулер «Элевадор да Глория» с грохотом доставляющий пассажиров в Барио-Альто работает с 1885 года. С холма открывается замечательный вид на восточную часть Лиссабона и порт. На горизонте громоздятся силуэты торговых и пассажирских судов. Висячий мост через реку Таха называется «Мост 25 апреля». В этот день, в 1974 году, произошла революция «Гвоздик», которая привела к победе над диктатурой. Эта изящная стальная конструкция длиной в 2 километра ведет из столицы на юг страны. Значение Лиссабона как международного порта возросло после вступления Португалии в Евросоюз в 1986 году. 20 век был для этой страны эпохой переломных событий, пожалуй, самых важных со времен колониальной экспансии. В 1910 году восстание республиканцев свергло монархию. Но 16 лет спустя, в результате переворота, власть перешла в руки диктатора. Во время Второй мировой войны страна сохраняла нейтралитет, но превратилась в арену соперничества спецслужб многих стран. В 1974 году изнурительные конфликты с колониями привели к бунту в армии, что помогло низвергнуть диктатуру. Вступление в Евросоюз открыло новые перспективы для обедневшей, охваченной безработицей Португалии. В начало 21-го столетия Лиссабон, современная почти миллионная метрополия, вступает с гордостью в одном ряду с другими европейскими столицами. Внушительная площадь маркиза Помбала названа в честь премьер-министра маркиза Себастьяна Жозе Помбала. Выдающийся государственный деятель и реформатор 18 века вошел в историю как борец с рабством, давший стране независимость от Англии и восстановивший Португалию после Лиссабонского землетрясения. На площади стоит памятник политику. Современный торговый центр, который расположился поблизости, вмещает почти 400 магазинов и 10 кинозалов. Комплекс был назван Амурейрош – Тутовая роща, в память о деревьях, посаженных здесь некогда маркизом де Помбалом для разведения шелкопрядов. Но торговых центров по всему миру не счесть, а вот таких тихих портов, как этот, найдется немного. Всего в 25 километрах от Лиссабона на побережье Кошта-Дусол лежит Кашкайш. Рыбацкая пристань в устье реки Таха стала модным курортом еще в XIX веке. В те времена сюда приезжали лишь самые зажиточные португальцы. Со временем Кашкайш лишился своего элитного статуса и превратился в центр отдыха для людей со средним достатком. Картина из керамических изразцов на фасаде городской ратуши счастливо пережила землетрясение 1755 года. На площади стоит бронзовый памятник королю Педро I, последнему правителю из бургундской династии, которого прозвали «Жестоким». Благоприятный климат повлиял на решение португальских королей, построенных в Кашкайш. Кашкайш в Кашкайше летнюю резиденцию. Рядом с королевским дворцом возводили дома аристократы, желавшие погреться на солнышке у побережья. В наши дни часть королевского дворца является летней резиденцией президента Португалии. Во время курортного сезона Кашкайш принимает тысячи гостей. В среднем в Португалию приезжает 10 миллионов туристов в год. Главная их цель, конечно же, курортный отдых на великолепных пляжах. В конце пляжа на скалистом откосе возвышается один из красивейших маяков Португалии. Бока де Инфернал, уста преисподней. Загадочная впадина в скальном массиве, заполненная водами Атлантики. Прибой вымыл в скале туннели, арки и пещерные лабиринты. С террасы на скале открывается потрясающий вид на 20-метровый обрыв, на дне которого бушуют волны. Вдали виднеется мыс Рока, самая западная точка Европы. Здесь высится старинный маяк. Прежде от напора волн его защищали гранитные скалы. Здесь, где Европа обрывается перед водами Атлантики, где твердь и волны вечно спорят друг с другом, ностальгические мелодии фаду располагают к меланхолии. Кошта-ду-Сол – идеальное место для любителей помечтать. Дорога до Синтры приводит нас к парку Дапена, славящегося буйной субтропической растительностью. Здесь произрастает свыше 400 видов деревьев и кустарников. Паласио де Пена – сказочный замок, построенный в XIX веке. Руины крепости Каштрош-Душ-Мауруш напоминают о временах господства мавров. Паласио Националь де Синтра, национальный дворец Синтры, называемый также Пако Реаль, был резиденцией правителей из Ависской династии. Самые древние его фрагменты относятся к XIV веку. Великолепный дворец постепенно достраивался в последующие столетия, поэтому с архитектурной точки зрения постройка выглядит эклектично. Синтра была любимым местом отдыха португальских королей. Лорд Байрон назвал это место раем на земле. Южные провинции Португалии пересекаются плавным течением реки Саду. Старинный разводной мост ведет нас в средневековый городок Аль-Касер-Дусаль. В его названии сочетаются арабское слово «замок» и португальская «соль». Этот соляной замок стоял на холме уже в римские времена. Некоторое время замок находился в руках мавров, а в 1217 году его завоевал король Альфонс II. У подножия замка в болотном эстуарии Садо со времен Средневековья выращивают рис. В лагуне можно встретить птиц редких видов, таких как ходулочники, луни и шелоклювки. Неподалеку отсюда простирается Серра-де-Грандала, основное место выращивания пробкового дуба, одного из главных экспортных продуктов Португалии. На этих типичных для Иберийского полуострова синих израстцах – «Азулеюш» – изображены сцены собирания пробки. Каждые 9 лет с деревьев сдирают кору и укладывают ее для просушивания на 3 с лишним месяца. 90 миллионов пробковых дубов дают 15 тысяч тонн пробки в год, что покрывает практически половину мирового спроса на это сырье. Кроме пробки, на просторных равнинах Алентежу выращивают также маслины и виноград. Синеш – в прошлом маленький рыбацкий поселок, а сегодня – огромный порт с терминалом для танкеров. Вероятно, здесь родился легендарный Васка-да-Гама. У церкви стоит памятник великому мореплавателю. Промышленная зона в Синеше была построена в 70-е годы прошлого века. Тогда же между нефтеперерабатывающим заводом и портом был проложен нефтепровод. С незапамятных времен мыс Святого Викентия является отправной точкой для путешествий по Атлантике. Сегодня путь указывает современный, самый большой в Европе маяк. Он виден с расстояния почти в 100 километров. На маяке находится всего лишь один служитель. 60 метрами ниже волны Атлантики с ревом бьются о скалы. На каменистой почве, которой не достигают порыва ветра, растут на удивление буйные луга. По стеблям тут и там ползают улитки. Один из деликатесов португальской кухни. В поселке Сангриш, на мысе, который был краем средневекового мира, провел последние 40 лет своей жизни Генрих Мореплаватель. Вместе с географами, картографами и астрономами он разрабатывал новые техники парусного мастерства и кораблестроения. Он также построил судоверфь, из которой спустили на воду первую в истории каравеллу. Генрих Мореплаватель – великий магистр рыцарско-монашеского ордена Христа и основатель навигационной школы. От нее, к сожалению, осталась лишь каменная роза ветров. Генрих сам никогда не выходил в море, но был великим воодушевителем морских исследовательских походов. Это он же отправил корабли в экспедицию вдоль берегов Африки. Это он пробудил дух путешествий в своих соотечественниках. Сангриш дает начало побережью Алгарве, вернее, туристическим вояжем по нему. Отсюда тянутся живописные песчаные пляжи, вдоль которых лежат бесчисленные курорты и туристические базы. Своё старинное очарование сохранил, пожалуй, лишь один поселок – Бургау, хотя и сюда с каждым годом приезжает всё больше туристов. В 15 и 16 веках Лагош был одним из главных портов, откуда отправлялись морские экспедиции. Их покровителем также был Генрих-мореплаватель, чье изваяние устремляет взгляд в морскую даль. У входа в гавань высится крепость Бандейра, построенная в 17 веке. Заморские походы приумножили престиж и богатство города Лагош. Но в его истории есть и позорные страницы. Именно здесь функционировал первый в Европе рынок рабов. Первые рабы были привезены сюда из Африки в 1443 году по приказу всё того же Генриха-мореплавателя. Закованные в кандалы, они были выставлены на унизительный аукцион именно здесь, подарками Наруа да Сеньора да Граса. А это уже один из многочисленных рыбных ресторанов Лагоша. Изюминка местной кухни – лангусты, только что плававшие в море. В меню имеется целое множество других морепродуктов. К ним подаётся замечательное Винио Верде или крепкое Порто. На улочке, где возвышается храм Святого Антония, цветёт Дальбергия. Богато украшенная, построенная в стиле барокко церковь 17-го столетия, символ лучших времён Португалии. Узоры на алтаре и на стенах храма покрыты чистым золотом, как легко догадаться, привезённым из заморских колоний. Бразильское золото попадало лишь в избранные руки. Обычным людям не дано было радоваться его блеску. В своё время Лагаш был столицей Алгарве. Такие трубы – характерная картина для этой провинции. Над главной площадью города возвышается памятник королю Себастьяну, последнему правителю Авистской династии. Легкомысленный и плохо подготовленный военный поход Себастьяна в Марокко в 1578 году закончился полным разгромом его войск. Из 15 тысяч домой вернулось только 60 солдат. Среди живых не было и самого короля, погибшего в битве. Когда-то Лагаш жил за счёт торговли и рыболовства. Сегодня же большую часть дохода в городу приносит туризм. Лодка несёт нас на юг, до Понта де Пьедаде. Достопримечательностью этого мыса являются созданные водой и ветром обрывы причудливых форм. Примета времени. Катая туристов, рыбаки зарабатывают больше, чем продавая улов. Над голубым зеркалом воды возвышаются могучие скалы разных оттенков коричневого цвета. А вот один из самых открыточных видов алгарве. Он словно магнит притягивает тысячи туристов. В порту Силвэш стоит сладкий аромат цветущих цитрусовых деревьев. Этот городок был основан ещё в римские времена. У ворот Силвэша стоит крест из белого известняка, украшенный орнаментами в мануэлинском стиле. Силвэш Силвэш был столицей провинции Альгарб и одним из красивейших городов на Иберийском полуострове. Именно от старого арабского названия появилось современное – Алгарве. В противоположность Кордове или Гранаде от былого великолепия здесь осталось не так много. По ту сторону реки Рибейра перед нами открывается живописный край Сьерра-де-Моншике. Самые высокие холмы здесь достигают 900 метров. Благодаря высокой влажности воздуха в этом районе весьма густая растительность. На склоне одного из самых высоких холмов выросло живописное селение Моншике. Самым старым его зданием является сияющая белизной приходская церковь с импозантным мануэлинским порталом. Его верхняя часть напоминает узлы арабского тюрбана, все эти орнаменты появились в XVI веке. Возвращаемся на побережье, в Алвур. Рыбацкое селение, скрытое в скалах, отшлифованных штормами. Ничто не мешает развлекаться. Солнце, песок и вода. А с другой стороны открываются еще и райские виды. К сожалению, если кадр расширить, идиллия мгновенно исчезает. Вот уже 30 с лишним лет на пляж потихоньку наступают гостиницы. Но они здесь не выглядят уместными. Удачным примером того, как гармонично современная архитектура вписывается в окружающую среду, является Каво-Эйро. Старинная рыбацкая деревня совершенно не утратила своего очарования. Жаль, что проектировщики неудачных гостиниц не упражнялись в постройке замков на песке. Бетонные монстры заполонили и город Альбуфейро, крупнейший центр отдыха Волгарве. Это неизбежная расплата за сверхприбыли от массового туризма. Попробуем отвернуться и обратить свои взоры на море, до которого урбанизм еще не докатился. В этом месте все кропотливо занимаются ничего не деланием. Единственная цель здесь – получить загар, которому будут завидовать все коллеги, не побывавшие в отпуске. Самый людный участок пляжа – полоса у выхода из 50-метрового тоннеля, соединяющего городок с берегом. Десятки кафе и ресторанов – гарантия того, что даже после заката мы не будем скучать. Большинство местных пляжей переживает настоящую осаду. Лишь немногие пляжи принадлежат рыбакам, самым стойким – тем, кто до сих пор предпочитает выходить в море на лов, а не на прокат туристов. Город Фару расположен на берегу лагуны, где удобно наблюдать за морскими приливами и отливами. В заливе и вокруг него произрастает множество растений, приспособившихся к соленой воде. В Фару действует аэропорт, который ежедневно принимает тысячи туристов, жаждущих попасть на португальское побережье. Шум реактивных двигателей, видимо, не волнует водных птиц, таких как розовый фламинго или египетская цапля. В национальном парке Рия-Формоза останавливаются на отдых перелетные птицы, направляющиеся на зимовку в Африку. За стенами города скрывается очаровательный старый город, который после землетрясения 1755 года отстроен заново практически от фундамента. Одним из самых замечательных зданий является храм Ларго-ду-Кармо, построенный в стиле барокко с алтарем, покрытым бразильским золотом. С великолепием храма контрастирует часовня, стоящая позади, на старом кладбище. Стены ее от пола до потолка выложены человеческими черепами и костями, напоминая таким кошмарным способом оттленности бытия. Римский мост с семью пролетами над рекой Гелао соединяет две половины города Тавира, когда порт занесло илом и он перестал функционировать, городок погрузился в литургический сон. Невозможность выйти в море за рыбой жители города компенсировали обслуживанием туристов, для которых тишина и покой являются скорее преимуществом. Белые оштукатуренные дома напоминают архитектуру мавров, которые правили этой страной в Средневековье. Гвадиана – пограничная река. Земля по ту сторону уже Испания. Поблизости возвышается городок Кастро-Марим, что можно перевести как «крепость на взморье». Замок был построен еще во времена правления мавров. В XIII веке его расширили рыцари-монахи. Орден тамплиеров был распущен в 1312 году, а его руководители сожжены на кострах. Последним убежищем рыцарей ордена была Португалия. Здесь они и дальше продолжали сражаться за христианскую религию. Следы арабского присутствия мы находим также в Мертоле. Память о маврах, возвышающейся над городом замок, и Игрежа Матиш, бывшая мечеть, которую христианские преемники сохранили почти неизмененной. Здесь сохранились характерная для мечети и планировка нефов, орнаменты и даже молитвенная ниша. В ландшафте Алентежу, на бескрайних равнинах, где встречаются то поля пшеницы, то оливковые рощи, мы познаем климат прежней Португалии. Сожженная солнцем немноголюдная земля, живущая по законам природы, словно в замедленном ритме. Жители этого большого района, составляющие всего 4% населения страны, питаются главным образом тем, что родит земля. Оливковые деревья до самого горизонта. В житнице Португалии всегда была пшеница и овцы. Алентежу известен также своими маслинами, вином и пробковым производством. Гордость региона лошади королевской породы альтер-реал, которых разводят здесь уже более 200 лет. Маслины собирают по старинной традиции. С помощью специальных багров их стряхивают на разложенные сети. Оливковое масло – основа местной кухни. Столицей региона в римские времена была Бежа. Здесь родился король Мануэль I, прозванный Счастливым. Однако город ассоциируется с другим историческим фактом. В Беже в 1640 году родилась некая Марианна Алкофорадо. Девушка приняла монашеский постриг, пытаясь сбежать от несчастной любви, которую она питала к французскому аристократу. Письма Марианны к любовнику, написанные за монастырской стеной, стали классикой литературы. К келье Марии особенно сентиментальные туристы совершают паломничество. Интерьер монастырской часовни, превращенный в музей, очаровывает алтарем и деревянными позолоченными статуями. У въезда в город со времен римлян стоят ворота де Эвора. Валентежу господствуют три цвета – красно-коричневый цвет земли, голубой – небо, и белый – цвет фасадов домов на склонах. В 1300 километрах отсюда проходит граница с Испанией, охраняемая в течение 800 лет. Эвора была средневековой резиденцией португальских правителей. В 1986 году исторический старый город был занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Эвора процветала благодаря римлянам и маврам. Много замечательных зданий выросло и в более поздние времена. Примечательным символом эпохи, подчеркивающим статус Португалии как мировой державы, является мраморный фонтан, украшенный изображением земного шара. В самой высокой точке города возвышаются 14 гранитных коринфских колонн – остатки римского храма II века, который был посвящен богине Диане. В последующие столетия храм использовался в качестве арсенала, театра и даже скотобойни. В 1870 году храм обнесли декоративной стеной. Римские руины были признаны историческим памятником. Элваш встречает гостей массивными укреплениями. У входа в кафедральный собор идеально сохранился изразцовый пол с мозаикой. У городской стены стоит пелуринио – позорный столб XVI века, выполненный в стиле мануэлино. Этот могучий акведук был построен в XVI веке и до сих пор поставляет в город питьевую воду из источников в нескольких километрах отсюда. Эстремош можно назвать мраморным городом. Из этого благородного камня была, например, сделана статуя весьма популярной в этих местах Изабеллы Арагонской, жены короля Дениша Португальского. Из мрамора был сделан также донжон, возвышающаяся над лабиринтом улочек, главная башня. А вот еще более массивные укрепления. Примкнувшие к крутым горным склонам, обращенные в сторону Испании стены Марвао, долгое время защищали восточные границы. И все же в XVI веке, после смерти бездетного короля Генриха I, Португалия попала под власть великого соседа. Испанцы относились к стране как к источнику денег, повышая налоги и пренебрегая ее интересами в колониях. В 1640 году в Лиссабоне вспыхнуло восстание. Его предводителем стал князь Браганца, впоследствии король Жуан IV. За освобождение от испанского влияния Португалия сражалась целых 28 лет. Когда на закате солнце расцвечивает крыши Марвао теплыми красками, можно жить лишь здесь и сейчас. Вид слишком прекрасен, чтобы ворошить прошлое или думать о будущем. Дорога ведет нас на северо-запад. После 12 километров пути появляется предлог для остановки. Над каштеллу де Виде возвышаются массивные стены замка Сао-Роке, построенного в XIV веке. Узкие переулки старого города наполнены романтической атмосферой прошлого. За каменным фонтаном Фонте де Вилла под крышей на четырех колоннах начинается старый еврейский квартал Жудиария. Мы прогуливаемся по узким мощеным улочкам, одурманенные ароматом цветов, которые украшают почти каждый дом. КОНЕЦ Телега с запряженным в нее ослом в прошлом была единственным транспортным средством в таких городках. А это уже Монсанто – очередное местечко, в котором время словно остановилось. В 1938 году полковник Салазар, диктатор Португалии, объявил этот город самым португальским. С тех пор горожане живут как в музее, хотя вряд ли они жалуются на судьбу. К гранитному склону прилегают домики. Некоторые из них, к сожалению, разрушены камнепадом. Характерная для Бейра-Байша картина – километровые вишневые сады. Серра-де-Эштрела – самый высокий горный массив Португалии. Многие вершины находятся на высоте более полутора тысяч метров. Самому высокому пику не хватило до двух тысяч всего лишь семи метров. Португальцы сжалились над ним и построили на вершине семиметровую башню. Прекрасная дикая земля, суровая и загадочная. Быстрые горные ручьи бегут в долину Дуэро. Некоторые из них находят короткий путь, падая вниз живописными каскадами. Обычная для Португалии картина – это сожженная солнцем земля. Но в местах, подобных этому, достаточно влаги. Обильные осадки благоприятствуют развитию растительности. Местные сосновые леса поставляют смолу для химической промышленности. Внушительная лестница в стиле барокко насчитывает почти 700 ступеней и ведет в сантуарио Носса Сеньора до Шремедиуш. Некоторые паломники поднимаются по ступеням на коленях. Церковь в Ламегу является одним из самых важных святилищ Богоматери в Португалии. Храм с двумя башнями окружают гранитные статуи. Они представляют португальских правителей и библейских персонажей. С церковной террасы открывается замечательный вид на соседние, поросшие виноградом холмы, и на живописную долину Дуэра у их подножья. Ламегу славится превосходными сортами вин, среди которых главным считается игристая рапозейра. Другой известной маркой этого региона считается розовое вино «Матеуш» – настоящий экспортный хит Португалии. На северо-востоке страны лежит Браганца. По мнению некоторых историков, название происходит от фамилии последнего королевского рода – Португалии, правившего страной с 1640 по 1910 год. Историки сходятся во мнении, что представители этой династии не достигли уровня прежних правителей, и их власть принесла стране больше плохого, чем хорошего. Португалия постепенно теряла завоеванные земли, а вместе с ними и свой великодержавный статус. Браганца – это столица одноименного округа и один из главных городов региона Альто-Траш-Ош-Монтэш, то есть страны за горами. Это один из самых диких и самых бедных регионов Португалии. Его жители, по общему мнению, весьма привязанные к традициям, смиренно трудятся изо дня в день. Наверное, они черпают силу из искренней веры, которой посвящены религиозные праздники в честь святых, называемых Ромариас. Большинство таких праздников начинается со священной литургии, а завершается шествием по улицам города со статуями святых. Торжество обычно заканчивается гулянием с музыкой, танцами, а иногда и с фейерверками. КОНЕЦ Типичным элементом пейзажа северо-западной Португалии являются эшпигуэйрош – деревянные или каменные зернохранилища для хлеба и кукурузы, которые используются с XVIII века. Каждый эшпигуэйро строился на каменном цоколе с широкой каймой вокруг. Такая конструкция защищала от грызунов. Миньо – это западный уголок Португалии. Именно здесь берет начало многовековая история страны. Первым ее героем был Генрих Бургундский. Его сын Афонсу Энрикеш провозгласил себя королем новой страны, назвавшись Альфонсом Первым Завоевателем. Его крепость в первопрестольном Гиморреше считается одним из самых красивых средневековых зданий, сохранившихся до наших времен. Сегодня Гиморреш называют колыбелью португальского народа. На старом рынке Ларго да Оливейра у готика Мануэлинской церкви с таким же названием стоит святилище с крестом. Оно построено в честь победы над Маврами в битве на реке Рио-Саладо в 1340 году. В арках бывшего доминиканского монастыря в наше время размещается музей, в котором мы можем осмотреть замечательную археологическую и этнографическую коллекции. В стране, которая с незапамятных времен искала своей доли в далеких краях, которая приютила гонимых евреев и многократно принимала толпы беженцев, никогда не было конфликтов на национальной почве. И сегодня португальцы считаются народом толерантным для иных рас, религий и культур. Субтитры создавал DimaTorzok Особая и внушительная гранитная лестница ведет в известный санктуарий Бом-Жезуш-ду-Монте. На реке Кавадо расположился городок Барселош. Одной из его достопримечательностей являются остатки дворца князя Браганца. Сегодня это музей под открытым небом. Символом суровой, но справедливой власти князя был резной готический позорный столб, к которому приковывали воров. Иногда стоять под этим столбом случалось и ни в чем не повинным людям. Так случилось с паломником, который впоследствии стал героем следующего народного мифа. Один набожный монах возвращался в родной Сантьяго де Компостело. Но неожиданно он был схвачен и приговорен к смерти за кражу серебра, который не совершал. Желая доказать свою невиновность, монах помолился святому Иакову, чтобы тот оживил жареного петуха, которого собирался съесть проголодавшийся судья. Свершилось чудо, и судья немедля велел освободить паломника. Согласно легенде, гальский монах вернулся потом в Барселош, чтобы поставить петуху памятник. К слову сказать, петух из Барселоша стал со временем символом Португалии. Как видим, эта семейная мастерская производит исключительно глиняных петушков. Но для нас это теперь неудивительно. Полировка губкой и последний штрих ножом. Петушки сушатся, сгрудившись на полке. Скоро они попадут в печь. Обжиг происходит при температуре 900 градусов по Цельсию. Осталось покрасить статуэтки. Узор и цвета не меняются на протяжении веков. Сувениры попадут в багаж туристов и разъедутся по всему миру. Ренессансный фонтан Вавьяна Ду Каштеллу украшает одну из красивейших площадей на Кошту Верде. На заднем плане старая ратуша с готическими арками. На старинной площади проходит крестный ход и ежегодный праздник «Феста де Меаделла». на Кошту Верде танцует традиционный танец вира или еще более быстрый танец под названием «Хота». Девушки танцуют в деревянных сабо, которые издают характерный звук. Держать ритм в таких деревянных ботинках – искусство непростое. Девушки танцуют в деревянных ботинках – искусство непростое. АК САБОДИТЕЛЛЕННЫЙ ХОЛОСОВ Девушки танцуют в деревянных сабо, которые издали в деревянных сабо. Девушки танцуют в деревянных сабо. Танцы длятся всю ночь. Музыканты ускоряют темп, но танцоры неутомимы. Словно соревнуются, кто дольше продержится. Музыканты ускоряют темп, но танцоры неутомимы. Порту – второй по величине город Португалии. Именно здесь производится так полюбившийся миру настоящий портвейн. Впрочем, с 17-го столетия и до наших дней большую часть торговли этим вином контролируют британцы. Раньше виноград из долины Дуэро привозили по реке на баржах, называемых Рабелош. В наши дни баржи оснащены современным оборудованием для складирования фруктов. Их борта оклеены яркими рекламными плакатами. Контейнеры и бочки вмещают до 5000 литров напитка. Туристов, как потенциальных покупателей, приветствуют в винодельне. Здесь можно проследить за всем процессом изготовления национального напитка Португалии, хотя его точная рецептура хранится в строгой тайне. Здесь можно попробовать разные сорта вина и тут же купить несколько бутылок, если что-то придется по вкусу. Обе части города, разделенного течением Дуэро, связывает восхитительный мост Людовика Святого, стальная двухъярусная конструкция 1880 года. На площади Свободы возвышается конный памятник Педро I, кесарю Бразилии и королю Португалии. Внушительный фон создают высокие фасады банков и купеческих домов. Порту живет торговлей с 11 века. Он обогатился за счет рыцарей-крестоносцев. Настоящее процветание наступило несколько столетий спустя, в эпоху Великих морских походов, участники которых возвращались с заморским золотом и специями. Когда Португалия лишилась своих колоний, Порту нашел новый товар и новый рынок – поставки вина на Британские острова. На праса де Гомеш-Тейшейра возвышается замечательная церковь Игрежа-ду-Кампо. Рядом с ней находится фонтан, украшенный статуями крылатых львов. Всю восточную стену храма украшают азулейжос, типичные для Португалии декоративные керамические изразцы. Традицию их изготовления, как и название, местные жители переняли у мавров. Самые великолепные украшения восходят к эпохе барокко, именно тогда появился типично бело-голубой орнамент. Игрежа-душ-клеригуш – это первая в Португалии церковь, построенная в форме круга. Перед храмом сохранился позорный столб в мануэлинском стиле, символ неминуемого наказания за совершенные преступления. Но больше впечатляет 76-метровая башня Торре-душ-клеригуш – символ Порту, самая высокая колокольная башня в Португалии. Прекрасные «Азулейжус» 1930 года украшают зал центрального вокзала Порту Сао-Бенто. Изразцы представляют бытовые сценки и историю португальского транспорта, особенно железной дороги. Кстати, современной ее назвать трудно. Быстроходные поезда курсируют лишь по маршруту Порту-Лиссабон. Главной достопримечательностью порта Авейру, который расположен южнее порту, являются разноцветные лодки для собирания водорослей. Вдоль каналов, идущих через городок, стоят замечательные здания с фасадами в стиле сецессион. Говорят, что порт в Авейру действовал уже в X веке. Однако эпоха процветания пришла пятью столетиями позднее, во времена развития мореходства. К сожалению, шторма, которые обрушились на город в 1575 году, занесли порт Илам и на долгие годы лишили его возможности принимать корабли. Вместе с портом город утратил и возможность кормить себя. А стоячая вода была хорошей питательной средой для насекомых и грызунов, разносчиков болезней, которые нанесли жестокий урон населению Авейру. Лишь в 1808 году шторм очистил вход в порт, и рыбаки смогли беспрепятственно выйти в море. Их разноцветные домики, называемые «Полейреш», являются еще одной особенностью Авейру, притягивающей объективы фото и видеокамер. Рыбаки выходят в море на ночной лов. Под утро пойманные ими крабы, рыбы и моллюски попадают на рассыпанные вдоль пляжа прилавки. Пресловутые разноцветные лодки – это «Баркош-Молисейруш». Добытые водоросли использовались в качестве удобрения. Сегодня фермеры используют дешевые и легкодоступные искусственные удобрения. Спрос на водоросли минимален, и уцелевшие молисейруш выходят в море ради развлечения туристов. Но, к счастью, рыбный промысел все еще считается одной из главных отраслей португальской экономики. Недалеко от берега ловят главным образом сардину, тунца и макрель. Свежий улов сортируют прямо на пляже. Иногда здесь же находятся и покупатели. Сардину промывают, затем солят. Сохнет она прямо на солнце. Музыка Некоторые рыбаки, те, что ловят прямо у берега, используют воловьи упряжки, чтобы вытянуть сети с рыбой. Такими упряжками пользовались еще их прадеды. Тем же способом можно вытягивать на песок и лодки. И здесь нет следования традиции. Тот, кто в состоянии купить трактор, без колебаний переходит на механическую тягу. Тот, кто в состоянии купить трактор, без колебаний переходит на механическую тягу. Пригодится каждая пара рук. Здесь чем больше семья, тем лучше. Пресвятая Богородица на носу защищает и саму лодку, и ее пассажиров. На полпути между Порту и Лиссабоном, на правом берегу реки Мондегу, расположен город Коимбра, первый и с 1911 года единственный университетский центр Португалии. Во дворе Академии стоит памятник королю Португалии Жуану Третьему Благочестивому. В 1537 году король перенес университет, основанный в Лиссабоне на 250 лет раньше, на постоянное место в Коимбру. Под нужды Академии были отданы здания Королевского дворца. До этого профессора и студенты скитались по временным пристанищам, путешествуя из Коимбры в Лиссабон и обратно. Учрежденные Жуаном V университетской библиотеки, роскошное оснащение, высокие стеллажи и украшенные в стиле барокко читальные залы напоминают известную Венскую библиотеку, учрежденную также в начале XVIII века. Сходство, скорее всего, не случайно, ведь женой короля была дочь австрийского правителя, императора Леопольда I, Мария Анна. На потолке мы видим фреску работы Антонио Рибейры, увековечившего жизненный путь Жуана V. На позолоченных полках стоит более 35 тысяч бесценных книг и рукописей. Начиная с 1910 года в них могут заглянуть лишь специалисты, получившие специальное разрешение. В исторических залах проходят самые важные в академическом расписании события, такие как инвеституры и защиты научных диссертаций. Почтенные стены сегодня исполняют роль музея. Занятия проводят неподалеку, в зданиях XX века. Самые красивые здания Коимбры были построены в период правления Мануэля I. Церковь Санта-Крус – это классический пример мануэлинского стиля. Она неразрывно связана с личностью придворного архитектора Диего де Буэтаси, который проектировал в этом храме зал заседаний Капитула. Нежный шепот фонтана успокаивает разум и чувства. Воистину, это идеальное место для отдыха. Для того, чтобы с помощью крохотной кисти создавать маленькие шедевры на плитках «Азулейжус» и на фарфоровой посуде необходимы талант и сноровка. Эта девушка просто профи. Коимбра была заселена еще во времена римлян, о чем свидетельствуют руины расположенного поблизости селения Конимбрига II и III веков н.э. Археологи обнаружили здесь остатки акведука, форума, городских бань, магазинов и комфортных жилых домов, в которых было даже отопление. Город был уничтожен во время варварского набега германских племен в 468 году. К счастью, варвары оставили для будущих поколений хоть что-то. Конимбрига выдержала испытания временем, скрывшись под тонким слоем почвы, и теперь является лучшим свидетельством римского пребывания на землях Португалии. В местном музее мы можем увидеть хорошо сохранившиеся масляные лампы, посуду и другие предметы быта. Больше всего впечатляют мозаики, представляющие дельфинов, мифических созданий и сцены охоты. Вода попадала в баню через подземный акведук. Сложная система отопления обеспечивала владельцам вилл комфорт, которому могли бы позавидовать даже мы. А это уже современная мозаика. Мы находимся в Назаре. Длинные песчаные пляжи превратили этот рыбацкий поселок в один из самых популярных курортов Кошта-Прато. Замечательный вид на побережье открывается с расположенного неподалеку холма Монте-Ситио. По ту сторону возвышенности мы неожиданно обнаруживаем почти пустой пляж. В этом нет ничего удивительного, ведь купаться здесь запрещено из-за сильного и коварного морского течения. Когда заканчивается туристический сезон, рыбакам становится полегче. Им уже не нужно искать свободное место для сетей и для вяленьей рыбы. Готический монастырь Алкабаса, самый крупный храм Португалии, был учрежден королем Альфонсом I в благодарность Всевышнему за помощь в битве против мавров. Внутри стоят саркофаги самых известных португальских влюбленных – инфанта Дона Педро и Инес де Кастро. Наследник престола и придворная дама страстно влюбились друг в друга, но государственные интересы заставили Дона Педро жениться на Кастильской инфанте Констанции. А вдове в будущий король вернулся в Коимбру и тайно обвенчался со своей возлюбленной, что не понравилось сторонникам правящего короля. В 1355 году Инес была убита. Придя к власти, Дон Педро жестоко отомстил убийцам, приказав вырвать им сердца. Эта показная месть принесла ему прозвище «Жестокий». Педро приказал провести эксгумацию тела Инес, после чего устроил ужасающую церемонию коронации с трупом в главной роли. Уже будучи на смертном одре, он велел похоронить себя лицом к лицу со своей возлюбленной, чтобы в день страшного суда сразу увидеть свою Инес. Его желание было исполнено. Внебрачный сын короля, впоследствии король Жоан I Великий, вошел в историю как покоритель кастильцев. Победа в битве при Алжубароте принесла Португалии независимость. В память об этой победе Жоан I учредил внушительное здание – аббатство доминиканцев Санта-Мария да Витория в Баталье. Вскоре монастырь стал главным национальным памятником и считается таковым и в наши дни. Аббатство было построено рядом с местом, где произошла битва. Храм возводили почти 150 лет при участии самых выдающихся мастеров архитектуры. Каменные статуи апостолов и святых окружают фигуру Христа посреди западного портала в Тимпане. Своды опираются на 16 готических колонн. Кафедральный же собор построен в виде ключа, за счет длины и узости складывается впечатление, что в среднем Нефе храм выше, чем на самом деле. Готическая арка приобрела свой нынешний вид благодаря королю Мануэлю I, который велел украсить ее ажурной резьбой и тонкими колоннами. В некоторых местах, например, у колодца в углу комплекса, мы без труда обнаружим влияние арабской архитектуры. Впечатлявшие своим размахом строительные работы были внезапно приостановлены. Нетерпеливый Мануэль нашел себе другой источник художественного вдохновения. Незаконченной осталась королевская могильная часовня, но этот пантеон и без того считается одним из самых великолепных творений мануэлинского стиля. И хотя Мануэль забросил работы в баталье, о монастыре не забыли потомки. Он своевременно обновляется и великолепно выглядит, напоминая и в наши дни о короле Жуане, открывшем золотой век Португалии. Перед нами место, дорогое сердцу каждого католика – Фатима. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч паломников, чтобы помолиться в том месте, где в 1917 году произошло всемирно известное явление Богоматери. Верующие собираются на огромной молитвенной площади, которая вдвое больше площади Святого Петра в Риме. Над площадью возвышается построенная в 1928 году базилика с 65-метровой башней. Католическая церковь признала явление Марии в 1930 году, 30 лет спустя после того, как Матерь Божья явилась трем ребятишкам. Она провозгласила события, которые должны были потрясти весь мир и вернуть людей с избранного ими грешного пути. Многие паломники приближаются к святыне на коленях. Одни просят Божью Матерь о прощении грехов, другие – о здравии. Ночью площадь озаряют тысячи свечей, приносимые сюда как пожертвования в благодарность за исцеление. Атмосфера святости, окружающая это место, не мешает торговцам делать бизнес на продаже свечей, розариев и других культовых предметов. Неподалеку от Фатимы, в плодородной провинции Рибатежу, стоит монастырь Томар, акведук 16 века снабжает его водой. Сам монастырь намного старше. Его история уходит корнями в XII век. В 1360 году рыцари Ордена Христа, преемники тамплиеров, перенесли сюда свою штаб-квартиру. Окно в мануэлинском стиле, изобилующее орнаментами, украшает церковь XVI века. Рядом находится великолепная галерея, в которой сочетаются формы, типичные для готики и для стиля мавров. И еще одна романтическая сельская картина. По звуку, который издавали эти резонансные амфоры, мельник представлял, насколько правильно установлены крылья ветряной мельницы. КОНЕЦ КОНЕЦ Очередная остановка в нашем путешествии по Эстромадуре – это средневековый городок Обидош. За городской стеной скрываются милые узенькие мощеные улочки и утопающие в цветах сияющие по белкой домики. Жители Обидоша защищают свое жилье от демонов, красят углы домов в разные цвета. А вот от нашествия туристов эта магия не спасает. Они сотнями ежедневно шествуют по переулкам старого города. Лишь по вечерам, когда на мостовую ложатся длинные тени, и путешественников увозят их автобусы, Обидош открывает свою истинную красоту. А вот и заключительная остановка в нашем путешествии по Португалии. Эта прекрасная страна, расположенная на самом краю Европы, пережила немало испытаний. Но теперь Португалия стремительно догоняет Европу по уровню жизни. А сами португальцы, общительные, привязанные к семье и традициям, обожают море, слегка беззаботны и совершенно непунктуальны. И так же, как их отцы и деды, в глубине души они тоскуют по временам славы, могущества и богатства, следы которых можно встретить в Португалии на каждом шагу. Португалии на каждом шагу. Субтитры создавал DimaTorzok